Ежегодно в нашем регионе ремонтируют порядка 400 километров автодорог. В этом году на развитие транспортных дорог выделено 17 миллиардов рублей. С 2017 года благодаря проекту «Безопасные и качественные дороги» было восстановлено 3000 километров дорожного полотна. Всего в регионе около 9000 километров дорог регионального и межмуниципального значения. Чем более загружена автотранспортом дорога, тем чаще она нуждается в обновлении. На сегодняшний день первоочередная задача региона – увеличить темпы капитального ремонта дорог. Проблемные участки дорог часто ремонтируются по заявкам. За март и апрель поступило около 740 обращений. Ряд дорог нуждаются в экстренном ремонте, но как скоро будет происходить их обновление, решают балансы содержателей этих магистралей. В первую очередь, какая дорога будет быстрее ремонтироваться, исходит из ряда факторов. Пропускная способность, наличие транзитного транспорта, туристическая привлекательность, наличие больниц и других важных социальных учреждений, связь с другими регионами, связывающие райцентры дороги, необходимость прохождения школьных маршрутов. «Из такого совещательного режима уже рождается заявка с разбивкой на этапы. Вот это в первую очередь от шести управ городского округа, вот это во вторую очередь на 2025 год, это в третью очередь. Понимаем, что в условиях определенного финансирования все объекты, естественно, за раз не попадут». Сегодня на отремонтированных дорогах увеличены прочностные характеристики и характеристики по нагрузке до 44 тонн. От того, как будет эксплуатироваться магистраль, напрямую зависит ее долговечность. «Когда дорога отходит, основание, земляное полотно, от, скажем так, зимнего периода, с полей натекает в резервы, в кюеты, так называемая вода. Дорога вся перенасыщена, она плывет, играет, основание, соответственно. Нагрузив дорогу максимально, мы получаем разрушение преждевременное, оползни. Мы видели, что полтора года на Воронеж-Луганск было, в Кантемировском районе как раз-таки за недобросовестными перевозчиками просто в несколько дней дорога уплыла. Собственно, приходилось возводить заново, реконструировать 18-метровую насыпь». Ежегодно в мире умирает более двух человек в минуту в результате дорожно-транспортных происшествий и 3200 человек в день. В России каждый день происходит 363 ДТП с пострадавшими. В Воронежской области за год погибло более 300 человек. Поэтому так важно, говоря о качестве дорог, вспомнить и об их безопасности. «Скорость, которая напрямую влияет на тяжесть. Это нарушение прямое, человеческий фактор, запрещающих или требования запрещающих знаков дорожных знаков и правил дорожного движения. Но нельзя, если обгонять, совершать обгон. Ведь не зря там радиус совершенно в другую сторону и просто видимость. Её нету этой видимости». Тем временем в Воронеже скоро начнётся укрепление дорожных покрытий, чтобы избежать последствий температурных перепадов. Например, в последнем сезоне они достигали разницы в 20 градусов, хотя обычно она не превышала 12. Будет использоваться смесь битума с активными элементами. В планах отремонтировать магистрали, ведущие к социальным объектам, в 25 пунктах с высоким трафиком движения. Олеся Лисюк, Дмитрий Хлебный, 41 канал.